Добрый день! В эфире Ильяванг ТВ. С нами на связи политический обозреватель, эксперт фонда стратегической культуры Андрей Орешек. Пользуясь благоприятными для себя обстоятельствами, сумел создать новую реальность. Это, конечно, достаточно опасный, достаточно серьезный, я бы сказал, прецедент. Решение подобного рода вопросов, хотя и не эксклюзивный. Я смотрю как на медийный шум, потому что в вопросе присоединения Армении к европейскому интеграционному образованию уже были не раз различного рода сигналы, что это не будет. Армянская сторона сам пущит, так сказать, с кем ей по пути. Может быть, по патисту. Да, мы видели недавние, буквально вчера, сегодня в Турецком доме в Нью-Йорке, господин Пашинян встречался с Эрдоганом, который даже ему свою книгу подарил. Подобного рода дружественные по отношению к России силы в Армении, как и в других республиках и в других государствах есть. Возможно, с ними ведется недостаточная работа. И вашу газету, и другие издания, которые, безусловно, внесли и продолжают вносить серьезный вклад в, скажем так, информационную жизнь, обогащают информационное пространство объективно-независимой информации, развиваются. Добрый день, Андрей Григорьевич. Спасибо, что вышли с нами на связь. Андрей Григорьевич, год прошел с трагических событий в Карабахе, когда буквально за два дня Азербайджан взял под контроль всю территорию Арцаха. Можно ли считать, что тем самым карабахский конфликт завершен? Ну, на этом этапе, как мне кажется, подобного рода мнение имеет право на существование, потому что, по факту, армянское население действительно покинуло остававшуюся после 2020 года, после событий 2020 года, после 44-дневной войны территорию, которая контролировалась, периметр которой контролировался российскими миротворцами. Долгое время, на протяжении последних четверти века, мы говорили о том, что Земля принадлежит тому, кто на ней проживает. Но в то же время, мы видим, что Баку, пользуясь благоприятными для себя обстоятельствами, сумел создать новую реальность, вот, это, конечно, достаточно опасный, достаточно серьезный, я бы сказал, прецедент решения подобного рода вопросов, хотя и не эксклюзивный, не единственный. Мы видим, как действует Израиль на сопредельных территориях, в секторе газа, теперь вот на юге Ливана, действует гораздо более жесткими и бесчеловечными средствами. К сожалению, это трагическая, драматическая реальность нашего неспокойного и непростого времени. В то же время, как подчеркивают многие российские эксперты, в том числе я с ними согласен, комплекс армяно-азербайджанских противоречий, конфликтов, хотя им не исчерпываются, конечно, отношения двух народов, он не исчерпывается, не сводится только к Нагорному Карабаху, и мы видим, что и после 20-го, и после 23-го года идут достаточно сложные процессы, связанные с подготовкой к подписанию мирного договора между Баку и Ливан, который, как я понимаю, снова откладывается неопределенный срок. То есть, мне кажется, что политический вопрос, так или иначе, остается на повестке дня, по крайней мере, он остается на повестке дня некоторых партнеров. Армении, в том числе, несмотря на то, что позиция армянского правительства, она, в общем, достаточно однозначная, и Москве с ней особо не спорят. Но, тем не менее, какие-то грани конфликта, я думаю, что еще дадут на себе знать. Ну вот, переговоры армяно-азербайджанские, как вы уже отметили, продолжаются. И Алиев недавно обвинил Армению в искусственном затягивании процесса этих переговоров. В то же время он заявляет, что задача номер один Азербайджана – это наращивание военной мощи. Можем ли мы считать, что тем самым Азербайджан, выражая недовольство, он готовится военным путем решить те вопросы, которые не удается решить переговорным путем? Вы знаете, военную мощь сейчас все наращивают. Насколько я понимаю, Республика Армения также пытается диверсифицировать свои военно-технические связи, активно развивает диалог, скажем так, в оборонной сфере с Индией, с Францией, возможно, с некоторыми другими странами. Ну и одновременно ведутся дипломатические переговоры. Мне кажется, это отражение той опасной неопределенности, в котором застыл и регион, и мир, и, так сказать, Республики Южного Кавказа в условиях оказываемого на них давления с разных сторон. Ну, для меня, скажем, очевидно, что для западных партнеров Баку и Еревана важно показать, особенно сейчас, какой-то успех. И в этом плане достаточно показательный, как мне кажется, активизация контактов американцев и англичан с Азербайджаном. Мы видим и недавний звонок Блинкина-Алиеву, и недавнюю череду визитов различного рода представителей разведывательного сообщества в Азербайджан, в Баку, в частности, здесь. Ричард Мур и глава специализированного департамента американской военной разведки. В то же время мы видим, что действительно подписание договора затягивается, потому что для Баку важно решить все вопросы, которые успокоят, в то время как Ереван очевидным образом находится в позиции более слабой и пытаются привлечь какие-то дополнительные факторы и обстоятельства. Ну да, на определенном этапе складывается впечатление, что просто тянут время. Вот недавнее заявление господина Пашиняна о том, что надо бы подписать все то, что согласовано, а все то, что не согласовано, отставить на потом. Ну, странно было бы ожидательное реакция со стороны Бакуна. Они отказались и, с точки зрения, поступили совершенно логично и справедливо. Чем это закончится, сказать достаточно сложно. Насколько я понимаю, сейчас преобладают пессимистические настроения, сводящиеся к тому, что процесс будет искусственно затягиваться или, может быть, не искусственно. Но в любом случае затягивание дипломатического процесса открывает окно для различных неприятных инцидентов вооруженной эскалации. Причем не только в виде различных медийных компаний, но также и, что называется, на земле. Это, конечно, улучшает спокойствие. То есть, я думаю, что российская сторона тоже пытается отслеживать все, что тут происходит, и в необходимости будет предлагать свои последующие услуги, в том числе и в спорных вопросах. Вот недавно был визит по отмене господина Авершука, где он в первый раз это подтвердил, как вице-премьера Российской Федерации. А вот предстоящие выборы, президентские выборы в США в ноябре могут как-то кардинально изменить ситуацию, повлиять на переговорный процесс? Вы знаете, много взоров приковано к президентским выборам США. О них вспоминают самых разных обстоятельствах. В России тоже часто вспоминают. Кто почему-то делает ставку на господина Трампа, на мой взгляд, совершенно неубедительную, потому что, на мой взгляд, субъективно империалистическая политика Соединенных Штатов Америки, навязчивое продвижение собственных интересов или, скажем, интересов тех или иных нефтегазовых корпораций, как в случае с господином Трампом, либо других финансовых и иных трансграничных корпораций, как в случае госпожи Халеса и Демократов, они все равно останутся константой американской внешней политики. Возможно, только отдельные нюансы. Мне кажется, что действительно могут быть различные телодвижения, в том числе обусловленные кадровыми различными назначениями, которые будут сделаны. И все-таки важное обстоятельство в том, что Южный Кавказ, бывшее советское Закавказье, оно, скажем так, менее отначимо в политике различного рода глобальных центров сил по сравнению, скажем, с Физиатско-Тихоокеатским регионом. Но в то же время Кавказ это все больше вращается в периферию Нижнего Востока, где, как мы понимаем, разворачиваются достаточно серьезные, драматичные и грозные события, связанные прежде всего с израильско-иранским противостоянием, то, что происходило вокруг Газа, то, что сейчас происходит в Ливане. Возможно, начнется с того, в Сирии. Мы видим очередные обстрелы, там, Тартуса и так далее. Вот. С этой стороны, конечно, противоборство в регионе, оно продолжится, оно будет иметь во многом закулисный характер, причем различные ходы будут делать не только государство, но и отличные иные субъекты внешнеполитической деятельности, о чем я часто говорю, начиная от частных военных компаний различных и кончая различными криминальными группировками. Условия их отслабления государственности, повсеместно, как мне кажется, это очень немаловажный фактор, способствующий хаотизации и турбулентности тех или иных регионов. Хотелось бы в максимальной степени этого избежать, но как это сделать, пока не очень хорошо просматривается. Как вы уже отметили, европейские страны тоже активно участвуют в процессах, которые происходят в нашем регионе, и в том числе также наращивают внутри страны взаимоотношения с Арменией. На этом фоне мы увидели также ухудшение отношения к России. Этим воспользовались некоторые партии, которые сейчас проводят сбор подписей с тем, чтобы Армения вошла в Европейский союз, для того, чтобы этот вопрос включить в парламент. Как вообще на это смотрят в России? Ну, я могу сказать, как я на это смотрю. Я смотрю, как на медийный шум, потому что в вопросе присоединения Армении к европейскому интеграционному образованию уже были не раз различного рода сигналы, что это не будет. В частности, от господина Астана, который в своем недавнем интервью прямо ответил на этот вопрос. Ну и в этой связи инициатива различных небольших внепарламентских сил. Я, кстати говоря, не считаю их оппозиционными, они вполне проправительственные и каким-то образом отрабатывают соответствующую повестку, так или иначе продвигаемую правительством Армении. Ну так вот, их деятельность, как кажется, имеет преимущественно пропагандистский характер, оцеленный на манипулирование общественным мнением и вселение в него ложных ожиданий относительно приближения перспективы участия Армении в европейском интеграционном объединении. Я хотел бы отметить, что современная Европа не является уже давно страной с молочными реками или кисельными берегами. Посмотрите динамику социально-политических протестов в той же Германии, кризис промышленности, в том числе крупной промышленности. В этой связи усугубляющийся внутренний кризис в Евросоюзе, я думаю, что тем более не даст, не дает каких-либо перспектив на принятие в него новых членов, субъектов. Особенно в ситуации, когда крупные транснациональные корпорации и без того прекрасно решают свои вопросы, связанные с добычей полезных ископаемых, связанных с наращиванием отчасти политического влияния посредством тех форматов и тех инструментов, которые уже работаны и активно развиваются. В отношении Армении мы прекрасно видим, как это происходит. Я думаю, что подобного рода политика будет продолжена, но без каких-либо, скажем так, конкретных общений, тем более без каких-либо конкретных действий. Во время недавнего визита министр иностранных дел Франции в Армении заявил, что Франция готова защитить Армению от давления России, было такое высказывание. С другой стороны, США увеличивает поддержку демократии, так называемой, в Армении, доводя эту сумму до 250 миллионов долларов, увеличив на 130 миллионов поддержку. А как вот с российской стороны? Не хочет ли Россия защитить Армению от давления Запада? Да. Ну, относительно высказываний французского министра, мне уже приходилось в одном из эфиров напоминать, что примерно век назад киритийских армян Франция уже защитила определенным образом, что привело к их массовому исходу из этой части современной Турции, да? И в этой связи различного рода напущенные изъявления французских политиков, они, конечно, выглядят с одной стороны пропагандистски оправданными и обоснованными, но содержательно не очень такими убедительными, да? Потому что, да, Франция может оказывать определенную помощь военную Армении, но заявленная французским министром, так сказать, конфронтация между Россией и Арменией, не между Арменией и Турцией, заметьте, да, между Россией и Арменией, да, но она, так сказать, едва ли, возможно, в каком-то практическом плане, несмотря на различного рода заявления и господина Пашиняна, и близких ему политических сил. Мы понимаем, что здесь имеют место попытки искусственно разжечь конфликт и, так сказать, какое-либо противостояние. Это полностью обусловлено сегодняшней деструктивной политикой коллективного Запада в отношении России. Мы это прекрасно понимаем. Что же касается стремления России защитить Армению от Запада, то, мне кажется, здесь будут предприниматься те шаги, которые, скажем так, были бы позитивно восприняты армянским обществом, особенно, так сказать, гражданами и общественными силами, которые не поддаются различного рода манипулятивным схемам. Ну и Россия, как всегда, была открыта и остается открыта к диалогу с Ельеваном. Мы видели это и в заявлениях господина Пескова, который комментировал недавние, скажем так, экстравагантные заявления премьер-министра Армении по поводу ВДКП. Ну и я думаю, что в нынешней непростой ситуации такое подчеркнутое демонстративное спокойствие и отсутствие желания вестись на какие-либо провокации, наверное, это более больно. А дальше уже армянская сторона сам плачет, так сказать, с кем ей по пути. Может быть, по пути стук. Да, мы видели недавние, буквально вчера, сегодня в Турецком доме в Нью-Йорке господин Пашинян встречался с Эрдоганом, который даже ему свою книгу подарил. Вот. Может быть, будет избрано такое направление. Уже, по-моему, мы как-то говорили. Ну, другое дело, насколько это будет воспринято армянским обществом и, скажем, теоретически настроенной его частью. Вот. Как подобного рода кульбиты отвозились на государственности некоторых постсоветских стран и видя на некоторых примерах. Не хотелось бы, чтобы Армянская, так сказать, пополнила список несостоявшихся государств. По поводу этого высказывания министру иностранных дел Франции, его прокомментировала также представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что официальные лица и представители общественности в целом как-то вот на антироссийские проявления никак не реагируют. В то же время это вызывает небольшое удивление, потому что в Армении есть общественные деятели, которые как раз защищают нашего главного стратегического союзника Россию. Вот. Почему МИД России не замечает те пророссийские действия, которые делаются с армянской стороны и всегда отмечает то негативное, что есть? В противовес можем сказать, что при этом никогда не отмечается, что такие же явления есть в Азербайджане. И получается, что как будто такие явления, проявления антироссийские есть только в Армении и нет в Азербайджане, и что в Армении нету деятелей, ну, если мы основываемся на ее заявлении, которые, наоборот, защищают нашего главного союзника и выступают за союз и за углубление отношений. Почему это не замечается со стороны МИДа? Не отмечается? Честно говоря, мне сложно комментировать позицию и отдельное заявление российского МИДа и тех или иных его представителей. Я не являюсь сотрудником МИДа, выражаю свою точку зрения. Для меня очевидно, что эти подобного рода дружественные по отношению к России силы в Армении, как и в других республиках и в других государствах есть, возможно, с ними ведется недостаточная работа, возможно, определенным образом тот негатив, информационный фонд, в котором мы постоянно живем, он находит свое некоторое отражение в тех или иных, в том числе и в личных заявлениях. И также недавно Эммануил Макрон заявил о том, что уже необходимо думать о мире во всей Европе, подписывать мирный договор с Россией. Видите ли вы в ближайшее время, что конфликт на Украине и противостояние Запада и России наконец придет к какому-то миру, завершится? Да, ну вы знаете, это очень сложный вопрос. Да, подобного рода проговорки есть у Макрона и у Шольца, я бы заметил, который несколько поумерил свою былую прыть по поводу поддержки режима Зеленского. Возможно, это, кстати говоря, связано с той ухудшающейся обстановкой в Германии, о которой мы с вами уже отчасти упоминали и которая, безусловно, влияет в том числе и на все остальные страны Европы. Здесь, мне кажется, основной вопрос – это в степени самостоятельности европейских элит и в том, найдут ли они в себе силы каким-то образом предложить свою собственную игру, а не чужую игру, ориентированную на окончательный разрыв российско-европейских связей традиционных, энергетических, культурных, политических и иных, которая стала реальностью за последние несколько лет. Ну, совершенно очевидно, чья это игра, в том числе и едва ли не в первую очередь против Европы, но и против России. Насколько удастся все-таки выйти из этой ловушки – это серьезный вопрос. И вопрос, ответа на который, например, у меня в настоящее время нет. Безусловно, мы все выступаем за прекращение вооруженного конфликта с учетом тех реалей, которые сложились. Но в то же время мы понимаем, что есть серьезные силы из числа, так называемых, младых европейцев, да, и, разумеется, в Украине, и из числа их спонсоров, которые не заинтересованы в каком-либо договорном процессе и в завершении вооруженного противостояния. Андрей Григорьевич, спасибо вам за интервью. В то же время хотелось бы поблагодарить, что вы долгие годы даете нам интервью, в этом плане сотрудничаете с нашей редакцией. Хочется отметить, что в этом году наше издательство, наша газета «Ирявунг» отмечает свое 35-летие, и хотелось бы узнать, какие пожелания у вас к нашей газете. Да, вы знаете, я всем интересам и достаточно давно слежу в силу своего профессионального интереса, в том числе и за армянской прессой. За новой независимой армянской прессой я начал следить как раз в упомянутые вами далекие перестроечные годы, задолго до того, как я попал в первый раз в Армению. И я помню и вашу газету, и другие издания, которые, безусловно, внесли и продолжают вносить серьезный вклад в, скажем так, информационную жизнь обогащают, информационное пространство объективно независимой информации развиваются активно, в том числе с учетом нынешнего динамичного времени, когда широко востребован и видеоконтент, и представление информации в социальных сетях, в мессенджерах. Мне бы хотелось пожелать вашему изданию дальнейшего развития, новой заинтересованной аудитории и вам и всем ее сотрудникам всего наилучшего и всяческого благополучия и, главное, душевного спокойствия в наши непростые времена. – Андрей Григорьевич, большое спасибо вам за пожелания, поздравления и за интересное интервью. – Спасибо вам. – Спасибо. 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 – Спасибо.